Искусство народов Севера стало ближе. В Нинницкой центральной библиотеке имени Алексея Печкова открылась выставка «Полярный гардероб». На ней представлена коллекция книг о декоративно-прикладном искусстве народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. На выставке можно увидеть уникальные рукотворные работы, в том числе из частных коллекций и работы студентов дизайнерского отделения. Всего на экспозиции представлено более ста экспонатов, отражающих культуру и традиции таких народов, как ханты, якуты, саами, нифхи, буряты, коми и ненцы. Представленные на выставке книги рассказывают о национальной одежде этносов, о её крое, орнаментах, которые сохранились до наших дней. Они помогают воссоздать забытые и частично утерянные каноны и традиции декоративно-прикладного искусства народов Севера. Органично вплетая прекрасные формы бытия, каждый народ делает это по-особому. Век высоких технологий в сознании современного человека возникает ностальгия по рукотворным исконно народным вещам. Необходимо свернуться к своей истории и продолжить развитие национальных обычаев. Думается, что глубокое изучение древних традиций именно по книгам отразится в современном искусстве мастеров. Трудно найти замену рациональному, надёжному костюму, который не подведёт в самых неблагоприятных условиях. Особенно следует ценить и хранить искусство немногих рукодителей, владеющих премиумом древнего женского ремесла. Это выделка и окраска шкур, и досоздание тончайших узоров. Книги не просто увековечили искусство северных народов, но и призывают к работе новых мастериц. Наши северные рукодельницы представили на выставке свои изделия. Также здесь можно увидеть экспонаты из частных коллекций, которые были приобретены во время поездок за пределы округа или достались по наследству. На этой выставке представлены изделия, которые делали наши студенты. Студенты дизайн, специальности дизайн. Есть изделия, которые делали наши преподаватели Галина Николаевна и Ирина Анатольевна. Но есть работы, которые делала я. И есть работы, которые я представила из своей коллекции. То, что делала моя бабушка, то, что я приобретала в других регионах, для того, чтобы можно было знакомить наших студентов с миром коренных народов севера. Одна из работ, которая принадлежит частной коллекции Галины Назаровой – вот этот головной убор Нивхов. Нивхи живут на Сахалине. Это рыбаки, охотники. И узор их представляет форму вол. Это ручная работа. В принципе, все экспонаты, которые представлены – это ручная работа. Экспонаты выполнены в самых разных техниках и с использованием таких материалов для творчества, как бисер, глина, мех, рыбья кожа, дерево, ткань. Здесь даже есть работы из фоамирана и поперклея. Например, вот этот ненецкий шаман выполнен как раз из него. Автор работы – студентка социально-гуманитарного колледжа Юлия Шабловинская. Вместе с Татьяной Масловой они представляют на выставке дизайнерское направление. Мы пробуем различные техники, и одной из таких техник сложной является поперклей. Сначала у нас была работа с пластилином, мы, конечно же, к этому долго готовились. А потом уже, чтобы не переводить лишний раз материал, мы начали делать из поперклея. И я думаю, наши работы получились очень интересные. У нас есть целая коллекция таких кукол. Все они разные, у каждого был свой костюм. И вот даже традиционные тоже у нас имеется. Студентка колледжа Татьяна Маслова представила на выставке и свою работу из глины. У меня вот создалась такая идея – сделать ненецкий сувенир. Вот такую вот девочку маленькую в паничке. Конечно же, это стилизованное всё. И вот что у меня получилось. Студенты социально-гуманитарного колледжа изучают историю культуры народов Севера на профильном предмете, в рамках которого знакомятся с традициями, жизнью и бытом коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. А потому интерес к сегодняшней выставке у них особый. Так как мы будущие педагоги, мы должны знать историю культуры своего народа. И нам будут в группу ходить дети разных народов. И мы должны знать это. Это на нас интересно, так как это будущий опыт для нас. Выставка «Полярный гардероб» будет работать в течение месяца. Каждый желающий сможет заглянуть в отдел Севера и получить незабываемые эмоции и новые знания. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Продолжение следует...